Ну, это... А как жить-то дальше, а? Вот это хороший вопрос, бомжара. Слушай, мелкий, может ты знаешь ответ на вот этот вопрос, а? Как жить-то дальше? Ну, примерно как-то так, да. Ну, знаете, что я вам предлагаю всем? Я вам предлагаю наказать. Мне кажется, что надо наказать. Очень жёстко его наказать, а? Чё думаешь, бомжара? Надо наказать. Господин президент, подойдите любезно, пожалуйста, сюда к нам. Нам надо наказать вас немножко, если вы не против, конечно. Эм... С... Смысли наказать? Я же президент! Меня нельзя наказывать! Всех можно наказывать, господин президент. Даже господинов президентов можно наказывать. Так, постойте, посидите здесь. Подойдите сюда, пожалуйста, господин президент. Вот сюда, ко мне. Я вам сейчас покажу, почему мы вас будем наказывать. Вот сюда, к этой вот, к этой камере подойдите. Зайдите внутрь вот туда, зайдите в камеру, зайдите вот туда, давайте. Любезно прошу вас познакомиться с этой камерой. Раньше здесь жил маньячелло. Почему он попал вообще в тюрьму? Да потому что он кокнул бабку Зинку, жену Геннадия Петровича. Вот почему он здесь жил. Так, попрошу вас выйти из этой камеры и зайти вот в эту камеру. Вот сюда внутрь, заходите, господин президент, давайте заходите. Заходите. Разрешите вас познакомить с камерой главного бандита. Знаете, почему он сидел в этой тюрьме, а? Как думаете? Батончик Сникерса из магазина украл, поэтому его сюда посадили. Ну, как батончик Сникерса? Он дом мой взорвал, просто динамитом дом мой взорвал. Половину города в страхе держал. Моего лучшего друга кокнул давным-давно. Он много всего начудил. Выходите, выходите отсюда, господин президент. И пройдите в последнюю камеру. Вот сюда. Здесь сидело само воплощение зла, господин президент. Граф Дракула. Если вы думаете, что сказки про графа Дракулу это сказки, они реальны. Он кокнул Михалыча. Хотел кокнуть Елену Ветрянкину. Бабку Ёжку. И если бы мы его вовремя не остановили, весь бы этот город превратился бы в вампиров. А сейчас пройдите, пожалуйста, вот сюда к костру и сядьте на костер, пожалуйста. Прямо на него сядьте. Прямо внутрь. Прямо сядьте на костер, господин президент. А вот сейчас ответьте мне на вопрос. А вообще, как бы, стоило открывать вот эти все клетки и выпускать всех этих маньяков, бандитов и граф Дракула из этой тюрьмы? Как вы думаете? Ну, ну они, наверное, поняли свою ошибку. Больше они так делать не будут. Это вы сейчас должны свою ошибку понять. Надо наказать. Бомжара, надо наказать. Надо наказать. Мелкий, надо наказать его. Надо его наказать. Пройдемте, пожалуйста, за мной все. Пойдем наказывать, господин президент. Ну, а сейчас что? Сейчас уже ничего не исправишь. Что сделано, то сделано, господин президент. Выходите, надо наказать. Выходите, давайте. Выходите отсюда. Закрываем ворота. Достаем реактивные ранцы, которые нам подарил господин президент. И надо наказать. Надо наказать. Ты, бомжара, прям сейчас лети в мэрию и объяви всему городу по центральному каналу то, что у нас в городе жопа настоящая. То, что из тюрьмы заключенные сбежали и объявили чрезвычайные происшествия. А мы с вами встречаемся возле моего дома. Надо наказать. Полетели. И давайте. Аккуратно, главное, не спешите и не отставайте. Встречаемся на крыше. И главное, не разбейтесь. Ага. А то там не хватало еще кого-то хоронить в этом городе. И еще немножко. И приземляемся. Давай, мелкий. Залезаем внутрь. Если Степа сделал все то, что я его просил, мы прям сейчас начнем наказывать господина президента. Спускайтесь, господин президент. Люк за собой закрывайте. И на первый этаж. Так, Степушка. Все подготовил. Все настроено. Можем начинать. Все аккуратно сложил в холодильник. Камеру настроил. Место подготовил. Все готово. Молодец. А сейчас вздрыснул оттуда. За камеру стал. Ты будешь оператором. Ты мелкий возле холодоса стал. Ты будешь нам вот это продукты таскать за стол. А ты, господин... Вы, вы, не ты, а вы. Вы, господин президент. За стул. Садитесь возле меня. Будем наказывать. Надо наказать. Ага. Все? Все готовы? В смысле? А что это мы сейчас будем делать? А мы сейчас с вами, господин президент, будем ролик записывать на второй канал. Я же с Катей записывал много серий. Пробуем. А учитывая то, что мы с Катей давно уже не видимся, потому что из-за этого странного карантина, мы будем с вами, господин президент, записывать новую серию. Пробуем. Сейчас вы узнаете, каково это быть блогером. Степа, включай запись. Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон. А также... Как делишки-ребятишки, с вами господин президент. Да-да, самый настоящий господин президент нашей страны. И сегодня у нас такая необычная серия. С вами с Катей нет, потому что мы с Катей давно не виделись. Поэтому новую серию пробуем. На мой канал, это же все же как бы жизнь ютубера. Мы запишем с господином президентом. Мелкий, тащи первое блюдо и ставь сразу его на стол. Здесь все очень просто, господин президент. Что тащит мелкий, просто надо запихивать в себя и кушать. Вот. Давай, мелкий, расставляй, расставляй. Молодец. Ага. Игла брюх. И вот это хорошее яблоко. Сейчас, Степа, записывай. Сейчас будет первое блюдо, которое мы будем пробовать. Я первый, господин президент. Вы за мной. Давайте. И... Опа. 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 Так. Так. Оаа. Хорошо, яблочко пошло. А вам как, господин президент? Меня сейчас вырвет. И голова сильно кружится. Ну, да это все иглобрюх. Это все иглобрюх. Ах, вы траванулись. Тащи второе блюдо. Вы еще, кстати, не пробовали тараканов в собственном соку. У меня на втором канале есть ролик, где мы с Катей тараканов. Ну, я пробовал тараканов. А Катя кричала, потому что не хотела пробовать тараканов. Вот. В следующей серии будем с вами тараканов пробовать. О, хорошая замена тараканам. Гнилая плоть, господин президент. Грибной супчик. Это... Это мой... Это... Я больше всего на этой планете грибной супчик. И вот это люблю. Давай, кушаем, господин президент. И... Опа. Хорошо пошло. А вам как пошло, господин президент? Хорошо? А почему тебе всегда все вкусное, а мне вся хую дрянь выдают? Надо наказать. Надо наказать. Серия пробуем. Надо наказать. В этом-то и весь прикол. Тащи дальше-то. Тащи вот самую жесткую жесть, которая там есть. Давай, мелкий. Глаз паука, господин президент. А мне жареная курочка. Слушайте, я даже не знаю, у кого блюдо хуже. Наверное, у меня хуже. Давайте, приступаем, господин президент. Давайте. О-о-о. Хорошо пошло, да? Ну, и мне курочка-то замечаю. Просто. Хе-хе. Ну, давай последнее. Давай последнее, чтобы он обосрал. Ну, в смысле, чтобы ему прямо окончательно плохо стало. Степа, ты там записывай. Все, давай, мелкий ставь. Прям жесткую жесть. Ой. Это-то отравленная картошка. А мне тыквенный пирог. Ненавижу тыкву. Я бы лучше отравленную картошку сожрал. Но так уж и быть. Сожру тыквенный пирог. Давайте. А, тоже хорошо. Да, пошла? Сейчас. Минуточку. Ой. О-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ой. Степа, снимай. С-с-с-с-с. Камеру вот туда в другую сторону. Направляй камеру, Степа. Так, чтоб вот-вот. Сломай ты камеру. Сломай камеру. И вот так. Снимай, снимай, снимай. Ну, че, господин президент? Вот познали все прелести блогера? Каково вам так? Это че сейчас было? все выключаешь роман куда дальше это уже снимать не надо выключай степа выключай ну надо наказать мы на мы наказали да да стёпа я надеюсь ты там все записал у меня от этого запаха глаза слезится мелкий дать человеку спокойно посмотри в туалет дать человеку спокойно сходить иди сюда так ладно все записали все молодцы сейчас за мной господин президент мы вас больше отвлекать не будем когда вам легче станет тогда выйдите на улицу все давайте стёпа мелкий давайте на улицу давай быстро 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 выходите ой господи мелкий опять через окно прыгнул ну и молодец в первый раз жизни правильно поступил умерешь папа башка заболела от этого запаха короче надо наказать наказать мы наказали но не надо забывать то что в городе жопа настоящая происходит я вот под предыдущей серии жизни ютубера комментарии читал и подписчики написали одну очень умную мысль вот эти все маньячелы бандиты и графы дракулы они же сейчас должны где-то залечь у них же сейчас должно быть где-то логово я не составляют план своей мести и подписчики сказали чтобы мы с вами проведали все те места где вот эти маньяки потенциально могут прятаться и первое место куда мы сами отправимся это старый заброшенный дом с бассейном где раньше было логово графа дракулы он жил вот там в подвале если нам повезет то они сразу же могут быть вот там они все спрят мелкий иди она сейчас засрак укусит заразишься жабной аллергией какой-то иди сюда это 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 так без лишних вопросов хорошо пройдемте внутрь стёпа успокойтесь до стёпа доставай доставай калаш который у тебя есть если кто-то франции не был там вот это лягучили лягушатшие жабки любят попробуйте там стёпа я тебе выкинул ты мелкий доставай рогатку стёпа доставай калаш а я достану свой пистолет и аккуратно заходим туда если он там будешь кокой кокойте шап они противные какие-то заходите вот сюда и если там будет вот этот граф дракула надо его сразу же кокнуть а это чё здесь происходит а так вот это маловероятно похоже на вот это на графа дракулу маньяка и этого и главного бандита ура вечеринка у бассейна на старости лет я вижу тут вечеринка и у жаб на входе и у бомжей так мелкий ты 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 аккуратно так аккуратно на этом батуте тут ноги сезапросто можно переломать аккуратно так вот а вы случайно не брат вот этого бомжары не вы просто сильно с ним похоже извините то что этот пистолет спрячу извините то что я интересуюсь а вы здесь случайно трех мужиков не видели здесь нет никаких новых жильцов в этом доме а ничего здесь странного не происходило что странного то жизнь прекрасна ничего странного ну жизнь то прекрасно я не спорю но она бы была бы еще намного лучше есть бы вы молодой бомж уважаемый мне сказали вы случайно не видели мужика в маске пластмассовой такой а другой с бородой галстуком и жилетки а да никого тут здесь нет вообще я только со своими братками это а ты чё тут забыл этот шкет а да я говорю друзья мои вот это переехали куда-то а я не знаю куда они переехали а мы сейчас другими моими друзьями ищем первых моих друзей там сложная схема не углубляйтесь то есть вы говорите здесь никто не живет да стёпка на всякий случай сгоняй-ка ты в подвал провер нет ли там никого от этим бомжерами что-то верить не идет это не очень хочу давай одна нога здесь другая нога там а ты мелкий мы сейчас это уйди отсюда лягушка мы мы сейчас тобой пойдем это самое в мать моя же я ж я ж тиска аккуратно на этом батуте ты сейчас батут проломишь какие-то ядру земли вот это тоннель сделаешь из ты сейчас про про прыгай в это прыгай в воду дай бомбочку мелкий дай бомбочку прям в воду молодец забрызгала здесь конечно все следующий раз пожалуйста на батуты вообще не залезай я тебя прошу хорошо все давай вылезай сейчас стёпу дождемся и вот это и и пойдем дай вылезай что-то там под водой то мелкий вылезай мелкий вылеза мелкий а ты плавать вообще умеешь господи дуримон да дуримон доска вылезай давай немного осталось господи ну ты как был ненормальным таким гостин сих пор это ты и остаешься так стёпа вот это долго не долго нам уже надо в другую точку бежать задержались как есть там кто-то там никого нет вот я даже не знаю радоваться этому ли не радоваться ладно бомжери спасибо вам что давайте развлекайтесь здесь какая разница вообще как бы там же ничей может здесь тусить сколько вам влезет все побежали следующая точка нашей проверки это старые заброшенные шахты мы же все помним как мы превратили этого графа дракулу в обычного человека именно здесь возможно рассказал про свою точку и отправился заново вот сюда поэтому давайте все за мной стёпа ты отстаешь то так там мелкий рогатку в руку стёпа калаш в руку я пистолет в руку а тут вагонетки ходили тогда ладно давайте сюда за мной а какого фига здесь извините пожалуйста происходит молодой человек а вы случайно мужика в черном костюме с красным галстуком бледненький такой клыки огромные но уже человек вы его случайно здесь не видели он раньше просто здесь тусовался его база здесь была молодые люди покиньте немедленно территорию здесь без каски нельзя находиться дамы на минуту буквально заскочили вот это вы смотрите здесь все что есть в каждый уголочек заходите и смотрите вот он 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 раньше здесь был часть здесь какой-то склад так сушки я совершенно не так это это по это походу президент это все сделал посмотрите возобновил производство от этого угля в нашем городе молодец президент но надо его еще раз наказать ладно сваливаем тогда отсюда раз здесь никого нет нам нечего тогда здесь валить пошли до это один слышал а это я один слышал это шахта по ходу обрушивается прям щас ноги в руки руки в ноги сваливаем отсюда быстро пока она полностью нас вылезай шахты вылезай шахты прям щас она же рушится не слышал как здесь все взрывалось стоп стоп это вот этот дебил это 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 не шахта взрывается это он по ходу новый тоннель копает им же надо ресурсы как тогда было паника паника лишнее время так слушай молодой шахтер а вы нам не поможете случайно мы это мы 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 службы защиты камней нам надо взять на пробу ваш динамит мы хотим в нашей лаборатории посмотреть насколько хорошо динамит влияет на камни если в нем заправили если в нем в динамите есть гм.о. или запрещенные препараты нам нужно тогда будет конфисцировать конфисковать весь ваш динамит на пробу динамит быстро выкидываем пока я вашу вашу шарашкину контору здесь нафиг не закрыл всю со своими динамитами балуется датит детонатор тоже ага все продолжайте дальше копать вручную поливать полив отсюда пока не ничего не по не заподозрили давайте быстро не дула чё динамит нам пригодится рано или поздно вдруг мы сейчас где-то всех этих маньячел встретим надо уже будет как-то кокнуть а вы давайте за мной на третью точку побежим прям щас